С 2015 года организация пассажирских перевозок в городском округе легла на плечи местной администрации. Создание новых маршрутов, изменения в расписании и изучение пассажиропотока. Ранее всеми этими вопросами по республике занимался БАШ «Автотранс». БАШ «Автотранс» не присутствует. У нас хорошо есть АТП. Оно сохранилось, оно обслуживает Нефтекамск, Гидель, Краснокамский район и Янаул. И по инерции они продолжают работать, но они работают в городе. У нас 10 маршрутов в городе. Мы проводили конкурсы на право перевозок по этим маршрутам. В 2014 году у нас выиграла как раз БАШ «Автотранс». Однако прежде чем приступить к перевозке пассажиров, организация должна получить всю необходимую документацию. В первую очередь это свидетельство на осуществление перевозок, в котором указывается регистрационный номер реестра городских маршрутов, порядковый номер маршрута, остановки, маршрут следования и класс автобуса. Этот документ должен быть в каждом транспортном средстве. Второй необходимый документ – это карта маршрутов пассажирских перевозок. В нем содержится аналогичная информация, только находиться будет у руководства организации, которая осуществляет перевозку. Карты маршрута и свидетельства сделаны для того, чтобы бороться с нелегальными перевозчиками. В городе Уфе идет война уже, у кого-то карт нет, у кого-то свидетельства нет. У нелегальных нет этих документов, поэтому инспекция их останавливает, штрафует. Там штрафы теперь большие, так они доходят до того, что сжигают даже автобусы, у которых выиграли конкурс и ездят по конкурсу. Но у нас в городе спокойно, надеемся, что так же будет. За этот год в работе перевозчика возникли некоторые изменения. По мере необходимости на одних маршрутах появились дополнительные остановочные пункты. Изменения где произошли? Произошли изменения в Михайловском маршруте, в Нефтеканске-Михайловке, пятый маршрут. По просьбе жителей микрорайона, утренние рейсы 7-15-8-15 Михайловки мы продлили до поликлиники. Автобус идет по маршруту номер 9 и возвращается в автовокзал. Также в связи с обустройством проспекта Комсомольского до улицы Карцево, автобусное движение на маршрут номер 1 вы изменили. Они сейчас заездом проспекта Комсомольского до Карцево доезжают и обратно, и далее следуют по маршруту. Изменения произошли и по маршруту 5Т до Ташкинова. Автобусы идут заездом на улицу Закива-Леди микрорайона Восточный-4. Как сообщили в Нефтекамском пассажирском АТП, в сентябре по этому же маршруту появится дневной рейс, так же, как и в село Крым-Сараево.